что все эфир пошел давай восьмой сектор тенге сейчас будет плохо видно потому что закат хорошо слышно фонарик горит хорошо мы будем их подсвечивать мы удачно зашли как говорится а вот наш спонсор на фоне обалденного заката команда king carp предъявляет рыбу среднячок для этого турнира вам не извините не перри на себе среднячок это усачь . посолить это усачьи живу узнал не как говорит андре андреана черный амур на штуку у них нет это зеленый усачь орех как это лихом ну чё ну ребята скажу это серьезно серьезная заявка зачем ты пока как подарок у нас на ходу разваливается снаряжение товарищи спонсоры снаряжение развалится у клуба а это заводовская тема так надо что кто-то сфотографировал и рыбу ребята ну как-то напротив подсака как вас снимать либо перенесите мат просто чуть влево или вправо это сейчас все прямом эфире вы не забывайте лайк какой красивый рыба немножко вперед еще красавец вот ребята смотрите за рубежом и завидуете январь месяц точнее уже февраль можно сказать у нас вот такая вот мелочевка поклевывает надо было покормить чтобы вес набрал ну можно было только что грузилами покормить вес набор короче карп решил не дожидаться фотосессии в воде просто свалил закат закаться он тоже зашло ребята если очень темно вы скажите потому что сейчас я работаю со вспышкой скорее всего шоу не зачетник проверим я про его и забыл о чем молчит вы не спрашиваете потом типа знаешь на награждение приходит а я там карпа в мешке оставил и все такие бегом назад сектор а он уже там нажрался блин тяжело повернуть он зачет чем черт не шутит вы же помните как это было на кубке когда эти кто там не помню выпустили уже десяток карпов а потом одиннадцатого по моему завода в этой было ему говорят слушай ну давай на всякий случай оставим всякий случай оставили а он кило 200 бред мы 10 штук таких же точно выпустили не забыть грузики с кармана максимум 600 грамм такой маленький и и вредно хорошо засорял ну есть такая проблема в наших карпов зелено перерывается заворачиваться знают знаем они умеют это делать это какому эволюция научила бороться в рот запихать ему там такая пасть больше может толкать да видно же он что-то усачь еще ребята то что до слышно конечно только на 6 у нас ну товарищ спонсор что скажешь хорошего людям что сказать хорошим людям что-то думаешь вообще про нас прикольные ребята погода хорошая хорошие люди что для жизни надо еще как это хорошая жена за то еще нужно для себя так что я очень рад что присутствую здесь мне очень понравилось все если пригласите на рыбалку приеду я думаю что без проблем но это не ко мне я уже год как не был на рыбалке как раз два по 100 грузилой и было все нормально внутри как это ошибаются часто люди которые выпускают мелкого карпа который вполне может быть зачетным может я забыл сейчас переключаться уже я хочу поговорить с ребятами где команда и команда здесь ну давайте как вы скучку здесь куда-нибудь хочу с вами пообщаться сельским хозяйством занимаешься да я знаю он ребята тоже эти же big fish престижа сказали что они выловят просто неимоверное количество мусора бутылок и все что только хочешь последний было уже не успели убрать да ну к сожалению это у нас нет ни миши нашего народа давайте как она расстану с другой стороны что все-таки какое-то освещение еще было от солнца вас смотрят нет ни фигу вас смотрят сейчас 8 человек вот на вашего смог при вас смотрят конкуренты команда кричевич и ребята с украины молодцы так держать они вам завидуют они хоть поклевки вид видят видят да у них хотя бы экшен есть секторе действительно что мы спим под вина и часов ну смотри какие морды понаедали а ну а что еще делать кушать и спать ну вот можно еще пить но это уже не наш метал мы не будем заглядывать за крома ну что скажете вообще народ то есть вся рыба дружными рядами перешла на ту сторону не бывает чудес народ плохой мы пытались поймать сама вы не умеете ловить самов проконсультируйтесь команды кричевич и дима напиши им пожалуйста на что нужно ловить сама то они не умеют плохому народ вы напишите мне вообще их видно или нет а то я вижу хорошо вчера я снимал мир не видно никого можно за фонариком телефон светил на тоже могут тогда я не по богу да шикарно и конечно он пишут хватит спать а что делать что делать что делать дождю готовится и такой самая обидно да вот это последний день когда дочь это болен ненавижу вопрос от александра жернякова мужик как ребята относятся карпишингу и алкоголю они готовы поддержать движение карпишин против алкоголя я согласен сашей только так без алкоголя до конца гласе остальные карпятники против спасибо пишу что вас видно хорошо то есть у вас как бы мнение разделить голосование будем устраивать на камеру правда расскажет петь можно но в мир я понял мне надо скрыто снимать как бы надо купить себе маленькую эту камеру вот эту пугович не вставить очки показаться в очке уже испугался даже не будет видно просто вы посмотрите туда посмотрите на вот это вот это вот просто ну я не знаю я понимаю что рыбы нет я понимаю что все очень грустно но хотя бы просто посмотреть на вот это все и как сказать зарядиться позитивом от нашей природы у нас все классно настроение боевое рыбу взяли не ну ребята молодцы его рыбу взяли вы от нуля ушли в общем то я считаю сейчас эта рыба достаточно высоко прыгните учитывая небольшие разницы между командами серьезная заявка вот все мохитрик пишешь алкоголь это допинг допинг запрещен а ногах то есть вы уже признались я понял самые трезвые ребята на соревнованиях признались на ногах и то что не устали мы выспились до ночь конечно было нас холодная по моему сегодня не было так холодно как было в первые дни несколько дней но уже потому что до натягивает облака завтра по мокрому собираться это конечно грустно еще делать это у нас такой вот вот климат хитрый израиле вообще честно говоря что все команды до конца боролись это важно это важно до последней секунды но мы же знаем прекрасно как это было за пять минут дней за 5 2 минуты до финального свистка когда у льва была рыба и у луцевича когда помните был спор у кого первое место в зоне и получилось так что первое сообщение пришло от луцевича на sms а лев естественно как бы учился вторым и мы как бы дали первое место льву а потом не луцевичу наоборот короче в итоге мы делили эти кубки обидели рому быкова потому что мы кубок не достался кубок забрал дима вот и мы такими вот александр жирняков спрашивает вас вы готовы вызвали движение карпфишинг и алкоголь единый я не согласен опять разногласия в команде ну хорошо боже как красиво слушать я не знаю вот это я там у тебя зацепилось сейчас будет перезаброс так как темно вряд ли вы что-то сильно увидите александр жирняков я тебя могу спросить где кубок у ромы и в твери кому-то в глаз сейчас бац офигеть далеко ну рыба там что вы можете сказать нашим скажем зарубежным зрителям которые смотрят сейчас или будут смотреть в записи ребята приезжайте всегда встретим попробуем помочь чем можем но здесь хорошо хорошие люди вообще побольше бы зарубежных команд интересно посоревноваться приезжайте будем очень рады спасибо вам большое ребята молодцы хорошо работаете увидимся в зале обязательно надеюсь нет то что в этом будет я уверен вы же не помпе правильно а что уже снялся он уже дома он уже уехал ему надоело мясо жарить бухать но закончилась мясо и водка и все а баб мы не подогнали так что он он обижен организаторов требует деньги назад говорит что зашлое заплатил где сервис где шо все понятно ну короче он сказал вам всем привет сказал диплом у меня уже есть за прошлый соревнований ладно все а тут вопрос а кто капитан команды в этот раз я вот он валите все на него он тянул сектор он тянул сектор он тянул сектор а он очередь а ты ставил этот сектор а я буду во все слушать и как классно получил я нашел троих кому кто что делает получилось как надо я считаю судьба это судьба на судьбу никуда не уйдешь это же понятно то есть то что так вышло с клёвом тут не костик не виноват не коля не саша а никто что они типа тут какие-то законы устанавливают для рыбы для нашей рыба с вы знаете с большим прибором на наши законы я думаю что стильный похолодание в начале соревнований повлияло на такую вот рыбу вода была очень холодная я тебе скажу так это одна версия следующая версия слишком быстрый рост воды рыба не успела акклиматизироваться следующая версия огромное количество пресной воды которая попала в наш соленый кинерет сбила пиэйдж изменился пиэйдж рыба вся в шоке и еще одна версия рыба осталась на тех местах где она была до подъема воды и пока она туда выйдет пройдет еще минимум месяца два еще одна версия с полей смыла много химии которая попала в воду и вода отравилась и рыба ушла от этого берега потому что здесь плохо и невкусно что я еще не назвал все версии имеют право на жизнь это все правда все связано одно с другим а я говорю что действительно это стечение обстоятельств и целый комплекс причин и дождь и похолодание и быстрый рост воды очень много моментов которые просто свалились в кучу к нашему несчастью надо еще взять в учет что на две недели позже соревнования происходят чем обычно но я уже говорил во многих секторах и повторю тебе еще раз что я специально смотрел статистику наших соревнований 2007 года и я тебе скажу что и в конце декабря и в начале января у нас были провальные соревнования провальные то есть где было поймано пардон это одно соревнование из десяти то есть два соревнования из десяти ты считаешь это как бы уже закон не закон для статистики это мало для статистики два соревнования это мало ну дрожь время идет года идут рыба по-другому реагирует по-другому себя ведет количество рыбы меняется в килогрете растет количество рыбы растет очень сильно мое мнение две недели до этого взять соревнования результаты были бы совершенно другие и попали бы в принципе как раз в дожди да ну тоже не было бы самая лучшая ловля все может быть но дим скажи мне честно за полгода а мы как раз об этом говорили с крестником он сказал и васишин сказал то же самое что для зарубежных команд объявление соревнований за два месяца нереально они не могут купить билеты нормальные если два месяца остается до вылета поэтому для зарубежных команд мы должны объявить о соревнованиях и открыть запись минимум за 4-5 месяцев до начала то можно и в мае начать запись секунду ты можешь гарантировать на сто процентов что ты знаешь какая будет зима какая разница для соревнований есть разница у нас кинерат у нас вода льдом не покрывается я не про это говорю а если не льда то карпяти конечно а ты уверен что не можем не могло и закрываться точно någonting настолько наношение надо ну это больше если они в kennedy вот это ое которые занимаются картом, что вся рыба работает не по времени, она работает от температуры воды. Как только температура воды доходит до оптимального уровня для нее, для нереста, она идет на нерест. Окей, и также они сказали, что спортивные рыболовы четвером на море с лодки вылавливают полторы тонны. Это не они сказали. Нет, это не они сказали. Орен Сонин, ихтеолог, и этот Анджоний Хаим, извини меня, не ихтеолог вообще. Это разные вещи. То, что говорил Орен Сонин, он как раз повторял слова о том, что я говорю. А Хаим Анджоний, он был заинтересован в каких-то санкциях относительно спортивных рыбаков. Понимаешь, это разница. Он чиновник, он не ихтеолог, он не только один ихтеолог, один человек, который знает, что такое рыба вообще. И как раз этот человек на нашей стороне всегда был. А это он сказал, что усач больше карп, чем усач? Нет, это гаде сказал. Какая связь? Гаде, который промысловик. Надо было спросить того, кто в рыбе разбирается. Ну, извините, у меня не было возможности звонить Орен Сонин как раз в то время, но беседы. Короче, он опять Жерняков Александр пишет, что бухать надо меньше. А где у нас бухло? А руки того, это не я понимаю. Честно говоря, я ему наказал, так что поверьте, он не пил. Он меня так сильно наказал, что это уже двадцатая бутылка за эту неделю. Вед и не краснеет. Если бы это было двадцатая... Ладно, народ, я... Я же не сказал, чего. Сказал, двадцатая бутылка. Энгетинг. 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 Двадцатая точно. Воды. Да, да, да. Ладно, ребята, будем как бы здесь у вас закругляться. У меня еще есть раз, два, три, четыре сектора, которые я боюсь, что я закончу в глубокой ночи. Вам большое спасибо, что вы стоите и, как говорится, сзади Москва, я понимаю, ступать некуда. Это точно. И реально от вас я жду завтра... Ну, вы поняли. Неха не че. Неха не че. Спасибо, Андрей. Спасибо всем, всем, кто смотрел, всех, кто увидит. Как говорится, заходите к нам на огонек.